Дайджест недвижимости Кировская область получит почти 200 миллионов рублей на капитальное строительство. Объем средств, направленных на эти цели в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, увеличился, сообщили в региональном министерстве экономического развития. В частности, из федерального бюджета будет дополнительно привлечено 3,5 миллиона рублей на проектирование здания Ленинского районного суда в городе Кирове. Кроме того, в рамках программы планируется завершить строительство зданий, налоговой инспекции и следственного управления, а также оборудовать освещение на трассе Вятка в Котельническом районе области. В целом на указанные объекты предусмотрено 197 миллионов 700 тысяч рублей. Дайджест недвижимости Усилить контроль за безопасностью детских площадок предлагают кировские эксперты Общероссийского народного фронта. В регионе должны быть разработаны нормативные акты, которые четко определяли бы, кто и в какие сроки должен обследовать такие объекты, отмечается председатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев. В прошлом году эксперты ОНФ провели мониторинг, который показал, что более половины площадок для детей в Кировской области небезопасны. В ближайшее время регион получит значительные средства на благоустройство дворовых территорий. Часть их направят на ремонт и установку нового оборудования для детских площадок. По словам Сергеева, еще до проведения работ необходимо четко установить правила технического обслуживания. В России есть ГОСТ, который определяет правила обустройства и эксплуатации оборудования для таких объектов, однако он не является обязательным к исполнению. Нужно разработать соответствующие региональные или муниципальные нормативные акты, полагает Дмитрий Сергеев. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.